Девушки отдыхают Очень яркий артист В общем-то, знали о вашей музыкальности Но написание от и до Полноценного авторского музыкального альбома Это же уже совсем другая ступень Ну и, наверное, другая ответственность Что с вами случилось? Кто вас укусил? С Альери Ну что вы Не было такого одномоментного решения Вот я сяду, напишу альбом Это же результат, ну вот, всей жизни Здесь какие-то песенки написаны Одна даже в 16 лет Какая-то в 30, в 40, в 50 В 60 То есть, простите, вот можно говорить Это из раннего Да-да-да, так буду говорить То есть вы такой бережливый человек Все, что написал, все куда-то в какой-то ящике Нет, я просто никогда не думал Что это надо систематизировать И придать этому какой-то формат Значит, кто-то подсказал Подсказали, ну кто подсказал? Вот продюсеры подсказали Понятно Они говорят, Юрий Николаевич, вот вы идете на день рождения К кому-нибудь У вас же магазин цветы прямо в вашем доме Да Значит, с цветами проблема решена Ну а тут взял с полочки диск И проблема подарка решена Прекрасно Какой прекрасный совет, практически главное Ну вы же всю жизнь все равно с музыкой связаны Ну с гитарой С гитарой После ГИТИСа, когда работали в БДТ Тоже выбирали роли, которые так иначе требовали Гитары в руках пения Ой нет, это грустная страница Просто все, что я делал Было связано, к сожалению, только с гитарой В БДТ Гитара за сценой Гитара на сцене Гитара под сценой И когда я в 95-м году пришел на очередную первую читку А я не читал эту роль в селе Степанчикова И первая же фраза, ремарка звучала так Входит обноскин с гитарой Я сказал спасибо, всего вам доброго И ушел из театра Но это было лихо Но потом началась совсем другая жизнь Давайте все-таки ближе к актуальности И так ваш альбом называется «Где-то» Он в какой стилистике выполнен? В стилистике таких лирических, грустных и светлых песенок Вы знаете, что везде распространяют про вас информацию Что все романсы Что Стоянов ушел весь в романсы Значит, там на самом деле есть один романс Один Да, кто-то перевел это во множественное число И получились романсы Когда я это прочитал, я пришел в ужас Потому что я понял, что целевая аудитория будет, конечно, очень интеллигентная Но очень маленькая Итак, внимание, разоблачение Только на авторадио заявляем Что романс один А альбом авторский А какое мы будем постигать в течение этого часа Начнем? Можно я только объясню одну вещь? Сегодня я пою эти песни Так, как они были написаны Вот дома Потому что на альбоме Они, конечно, оркестрованы и поддержаны Не только одной гитарой А сегодня вы услышите Вот как я написал И вот я, допустим, кому-то показываю Как будто вы к нам в гости пришли Привет, ребята, вот я песенку написал Как вам она? Ой, нам так больше даже нравится Вот такой формат Прекрасный формат Не подпертая Все, как было на самом деле И замечательно, мы любим Поехали Песенка называется «Сапожник» Посвящается моей дочке, моим дочерям Хотелось бы гитару, Ромыч, спасибо Редактор субтитров А.Семкин Не стремись залезть на пьестал В каждом деле можно быть художником Если бы я клоуном не стал Я бы гениальным был сапожником Пусть нескромным я не покажусь Но за блеском глянцевых картинок Если чем-то в жизни я горжусь Это блеском дочкиных ботинок Я приличный, в общем-то, артист Родом из забвенья и массовки Пусть и не всегда мой голос чист Но всегда чисты ее кроссовки Чтоб она сияла, дочь моя Чтоб была легка ее походка Под рукой всегда мои друзья Щетка, крем, пропитка и бархотка Я уйду, ее от слез храня Даже не присяду на дорожку И она поймет, что нет меня По своим нечищенным сапожкам Не стремись залезть на пьедестал В каждом деле можно быть художником Если бы я клоуном не стал Я бы гениальным был сапожником Субтитры сделал DimaTorzok Приличный артист Я бы даже сказала, народный артист России Юрий Стоянов у нас сегодня в гостях Продолжим через несколько минут Где-то на Авторадио Альбом Юрия Стоянова, премьера Альбом появится на всех цифровых площадках 25 января А сегодня в акустической версии В такой домашней, уютной Просто Юрий Стоянов, народный артист И его гитара здесь на студии Продолжаем, Юрий Николаевич, следующая песня Следующую песню Мы вернемся к названию Где-то и почему так называется Я вам спою песенку Очень много, много лет Не знаю сколько Но я был в курсе на третьем Еще мы с Витькой Сухаруковым Жили в одной комнате в общежитии И тогда я написал песенку Мои друзья Вот я ее сейчас сыграю Как хорошо, что есть друзья Я к ним могу прийти голодным Не будет их прием холодным И мы закусим, как князья А у моих друзей друзья Есть тоже только поскромнее Они накроют нам рабея И мы с тобой И мы с тобой И мы закусим, как князья Друзья Друзей Моих друзей Друзья, наверное, неплохие Попроще Подобрей Такие Которых Не любить Нельзя Кого же Из друзей Моих Люблю я Больше Чем Других Скажу вам Честно Не тая Всех Тех Всех Тех Всех Тех Всех Тех Что Влюблены В меня Друзья Друзей Моих друзей Очень здорово Вообще Юрий Николаевич Вы, конечно, человек неугомонный Я про вашу занятость На фоне Вот выходящего альбома Ваша занятость Например, в кино Вот только что Буквально в конце года Были Гости из прошлого Вышел сериал Где вы Соответственно В главной роли Притом проект Очень хорошо Очень тепло Восприняла Да, он хорошо зашел Летом будет продолжение снимать Уже Да, второй сезон Прекрасно Потом В этом году Насколько я знаю Выходит еще два проекта С вашим участием Нет, больше Выйдут вампиры Средней полосы Да-да-да Про нечисть Сорвалось Я там Главный вампир Высокодуховная нечисть Земли русской Вот так это Позиционально Нет, они хорошие Там хорошие Вампиры Средней полосы Класса Сериал Марлен По имени главного героя Который расшифровывается Как Маркс Ленин Выйдет сериал Запасный выход Выйдет 14-го в день Всех влюбленных Выйдет полный метр Лав Сережа Светлакова Как продюсера Ну и чего-то еще Да, меня как-то К счастью Карантины не очень Да, у вас вообще Последние годы Как минимум По 5 где-то проектов Выходит По 5 фильмов Ну вот совсем Последние Да, в крайние Да Ну я понимаю Предыдущие годы Да, когда все было Разрешено И пожалуйста А тут прошлый год Как можно было успеть Все это сделать Вот знаете, как повезло Накануне Того, как нас всех закрыли Я закончил один проект И как только в начале июня Открыли Чуть-чуть открыли Вступил в следование Мало того На телеке продолжается Стоянов шоу Ну оно Как спецсобытие Сезонами Вот Один раз в году По 8 серий Но тем не менее Хотелось бы поговорить Об этом шоу Ведь если По сути Это современная версия городка Как кажется Ну а чего выпендриваться Наверное Ну на фундаменте городка Но по другому принципу Потому что все-таки Городок это пара Городок это пара А здесь вы И невероятное количество Созвездия Потрясающих артистов Здесь возникает Невероятное количество Вопрос Как вам Во-первых Удалось их всех Заманить Для участия в этом шоу Лично Да Ну я понимаю Что называется Телефонное право Не в кастинг директора Обзванивают Потому что Я считаю Что это жлобство Когда ты Когда твоего товарища Зовут к тебе На съемки От твоего имени Ну что у тебя Рука отсохнет Ну да Позвони Саша Дима привет Я очень хочу Хочешь похулиганить Приходи Скажите пожалуйста Там же что Там Цапник Там Последнее видел Я сейчас вспомню Господи Маша Аронова Дима Певцов Да Певцов Вот как раз Смотрел Много-много Проще сказать Кого там нет Скажите А у вас Нет там тех Кто не видит себя В этом формате Или боится Сыграть Четыре разных роли В один день Поскольку привык играть Одну роль всю жизнь Есть такие Среди ваших знакомых Да вы что А у вас Представление о том Что сейчас Людям смешно Оно меняется Вообще Вот по сравнению С тем что было Там лет 20 Нет я не мониторю Такие вещи Я здесь все таки Полагаюсь По прежнему Так же как и много лет Уже На свое ощущение Того что смешно мне Потому что Если бесконечно Стараться Понравиться Разным людям У этой профессии Другое название Называется это слово Женщина легкого поведения Низкая социальная ответственность Ну или просто конъюнктура Я хочу испытывать Главное чувство Которое испытывает артист Я хочу получать удовольствие От того что делаю я И это самое подлинное чувство Из тех которые вообще Человек испытывает на сцене И как правило Это передается людям И совпадает Ну как в минуле Если тебе будет приятно Да Знаешь как потом Скажите А в стоянов шоу Уже вот это Знаменитые маски Перчатки Уже побывали История Какие Какие Перчатки Нет Не дошло Но пойдет Но нет Нет Вы знаете как это было То есть стоянов шоу Которое было снято раньше Выходило в карантин И на канале Вот мои Эти антикарантинные ролики Которые назывались Там чисто поржать Стоянов на изоляции Которых я снял Семьдесят Моя жена сняла Семьдесят Да Семьдесят Ну раз в день Два раза в день Снимала меня на телефон И она была Закадровым голосом Так вот это Телефонное качество По три По четыре штуки Их вставляли Прямо В дорогой В мощный проект Туда И таким образом Появлялась вот эта Актуальность Мало того Я же знаю Что даже Вот этот закадровый смех Потребовали Чтобы он продолжался Смех вашей жены Ой Так это вообще Главная интрига Я думаю Что такое я для людей Ну он смешил Смешит и там И будет смешить А что это за женщина Что это за голос Всех жен России Вот это она И интрига в том Что она отказывается Показаться Хотя честно говоря Посмотреть есть Жене большой привет Я предлагаю продолжить Сейчас концерт Да Потом еще поговорить Потому что действительно Тема много Юрий Стоянов Я вам спою песенку Чтобы объяснить Название альбома Которая называется Где-то Это просто Строчка из песни А кому она посвящена Вы сейчас поймете Она посвящена Этот альбом Посвящен двум людям Один из этих людей Полностью Изменил мою жизнь И в профессии И вообще во всем А другой человек Это моя жена Сделал меня счастливым Вот Тому кто сделал меня Счастливым артистом И посвящена эта песня Илюша Олейникова Называется она Где-то Мы были всякими Красивыми и безобразными И люди ржали над двумя Смешными рожами Мы были разными Такими страшно разными И так похожими Такими Блин Похожими Где-то Где-то на этой планете Где-то на этом свете А может потом На том Где-то В тоненьком лучике света Встретятся два силуэта И будут опять В твоём Нельзя сказать Чтоб я с тобой Уже давно не виделся Есть мир В котором мы Всегда живём По-прежнему Ты там Чапаева Усами Ощетинился Я удивлённо Поднимаю Брови Брежнева Где-то Где-то На этой планете Где-то На этом свете А может потом На том Где-то В тоненьком лучике света Встретятся два силуэта И будут опять В твоём Я вижу Ты уже взял в руки Свой крутой аккордеон Я знаю Ты себе тайком Накапал вал Акордин Я слышу рядом твой Но точно это твой Эдиколон Так почему Поём вдвоём А голос слышен один Где-то 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 На этой планете Где-то На этом свете А может потом На том Где-то В тоненьком лучике света Встретятся два силуэта Встретятся два силуэта И снова споют Вдвоём Где-то Где-то На этой планете Где-то На этом свете А может потом на том Где-то в тоненьком лучике света Встретятся два силуэта И снова споют Снова споют Вдвоем Человек, который делает проект «Чисто поржать» Человек, который может выбить слезу Вот такой вот честной, искренней Очень трогательной песни Юрий Стоянов у нас в эфире Мы продолжим через несколько минут Спасибо Невеселые песни от веселого артиста Музыка для душевных вечеров Для людей, кому в песнях еще важны слова Написано с любовью Юрий Стоянов и его первый альбом Где-то мы продолжаем А сейчас, знаете, я вам хочу Организовать полный эксклюзив Я вам спою песню из следующего альбома моего Так, интересно Пардон за цитату Засосало Мещанское болото Вы больно хорошо слушаете Называется «Песенки. Мой папа» Ах, какие в Австрии вечера А мы были с папой В Вене вчера Мы с ним бродили Среди витрин И папа зашел в магазин Он к часам швейцарским Просто прилип А это оказался Патек Филипп Двести тысяч евро За турбион Боже, как счастлив был он Мой папа! Новенький Боинг Уносит нас Завален подарками бизнес-класс Папа мой в кресле Сидит, как на троне В новом костюме брионик Успели икоркой перекусить Обсудить, какую машину купить Два часа лёта И мы в Одессе С папином уже в Мерседесе Папа! Мой папа не жил Среди мраморных стен Мы вошли в агентство Александр-Н Но что там у вас На последней стадии Триста метров Квартира в Аркадии Да ради бога! Пап, а для чего я стал Тем, кем я стал? Господи, ну что ты ещё купить? Папа, не стесняйся! Я-то не стеснялся! Я хотел купить Папе что-то ещё Но он положил Руку мне на плечо Странно посмотрел Грустно улыбнулся Я вздрогнул И сразу проснулся Суперэксклюзив Песня из следующего альбома Юрия Стоянова Хотя мы ещё не успели Изучить первый Музыкальный альбом Просто вообще Замечательно происходит Ну, коль уж у нас Действительно Пошёл так разговор Тут и папа В песнях появился Юрий Николаевич Давайте вспомним Ваше детство Вы же музыкант Смаучка И в детстве учились Ещё играть на гитаре Абсолютно, да К сожалению То есть Детский пацан Нормальный Он должен был Уметь играть на гитаре Или это чисто Ваше такое желание было? Нет, скажем так В то время Да Да Ну, в 67-м 68-м Да При полном отсутствии гитар Ну, какие гитары? А на чём тогда? Шиховские, Одинцовские Не было таких? Дайте лист бумаги Я показывал, покажу Есть лист бумаги? Есть лист Ну, кое-что написано, да Да Можно? Те, кто нас не видит, но слышит Вот представьте, что это учебник Да Вот учебник, там, не знаю Математики, физики Вот его лицевая сторона Здесь написано физика А здесь чисто Издательство, как правило И цена 7 копеек Ноль копеек, да Вот здесь, значит, рисовался гриф Так Вот здесь И делались лады Рисовались И мы друг другу на учебниках Не имея гитар Рисовали, аккорды учили Показывали аккорды Не зная, как они слышатся Ничего себе То есть это музыка, которая была внутри Фантазика Это вот то, что сейчас проходят даже мировые чемпионаты По игре новоображаемые Приложения в телефонах сейчас есть, похоже Да, но только новоображаемых Они делают вид Там же надо имитировать А вы здесь учились И когда у тебя появлялся наконец-то У одного на пятерых инструмент Инструмент У тебя уже были какие-то минимальные навыки Навыки Мало того, были не только навыки, но и знания О том, как ля-минор выставляется Да, да, да Если мы заговорили про нормального одесского парня Инструмент, я понимаю А что еще нормальный одесский парень того времени Должен был иметь помимо гитары и шпагу И заниматься саблю И быть мастером спорта по диктованию Это очень большая разница Да, 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 простите Сабля Сабля, шпага, рапира, эфеса и так далее Это колющее-режущее оружие Остальное только кожащее Да, рапира это просто колющее и шпага Колющее-режущее, там проходится гораздо большая дистанция И сабля больнее Так вы мастер спорта? Да Ну, это давно было В школьные годы? Да А вы... Руки-то помнят, наверное, до сих пор? Очень хорошо Ну, вы могли позволить себе выйти на улицы Одессы и сказать, что фан-фан тюльпан перед вами? Допустим Ну, конечно, а какой посыл был? Для чего ты шел? Потому что ты прочитал там трех мушкетеров Трех мушкетеров, конечно И потому что ты хочешь нравиться девочкам Ну, а какие еще могут быть мотивации у одесского мальчика? И плюс за счет мастера спорта Да, и что должно быть еще у одесского мальчика? Он должен быть хорошо одет И вот когда... Обязательно Это культ одесский И вот когда ты приезжаешь в театральный институт поступать Весь с толчка, в пан-бархатном пиджачке В джинсах С китарой, длинными волосами И с аттестатом, в котором две четверки Ты заходишь в деканат и тебе говорят Молодой человек, а вы с таким аттестатом не хотите в какой-нибудь нормальный институт поступить? Это первое, что ты слышишь Представляешь, человек, да? Который прошел такую школу фехтования Как он воспринимал фильм «Три мушкетера», когда он вышел на экраны, да? Ужасающе Наш, 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 баярский Но там потрясающий педагог Был баллон такой Сценического движения Так фехтовальщик известный Да, баллон И это, конечно, совершенно другое Там много замахов, показа Я фехтованием не занимался в институте Потому что на любой замах я обязательно бил И это мой рефлекс К сожалению, очень сильно отличается Но есть фильмы, в которых это сделано феноменально Наши? Фехтование Ну, лучшее фехтование, которое я видел на сабле Это польский фильм «Пан Володеевский» Был такой фильм И, вы знаете Туда, наверное, сборную страны загнали В железной маске, в американской Потрясающе фехтует Нет, есть фильмы, в которых это сделано Лихо и потоконечно Насколько я понял, баллон, это же Дежуисак в «Трех мушкетерах» Да-да-да Он их учил Потрясающий мужик Потрясающий Продолжим концерт? Да, давай спорим Хорошо, хорошо Давайте я вам спою песенку Вот такую совсем уже вот актерскую И про артистов Называется она «Бенефис» Очень смешно Как вы говорите, как это все возникает? Какой альбом? Я не играю ни одной роли Сижу в БДТ Значит, там, бегаю в массовке И почему-то пишу песню Которая называется «Бенефис» Какой бенефис? У меня его срода не было Этого бенефиса Это мечта, да? Почему бенефис? Какой бенефис? Старые подмостки В царстве актеров Умирает трагик В сотый раз на бис Сыграно, как выдох Пьеса под суфлера В пользу всех артистов Нынче бенефис Бенефис, бенефис, бенефис Как улыбка театром былого Это с пыльных и ветхих кулис Мы стряхнули забытое слово Бенефис, бенефис, бенефис Как улыбка театра былого Это с пыльных и ветхих кулис Мы стряхнули забытое слово Сыграны тобою Все немые роли Слуги и лакеи Тени королей Станешь ты актером Если перебродят Все вино ищих-то Из чужих ролей Бенефис, бенефис, бенефис Как улыбка театра былого Это с пыльных и ветхих кулис Мы стряхнули забытое слово Бенефис, бенефис, бенефис Как улыбка театра былого Это с пыльных и ветхих кулис Мы стряхнули забытое слово В море не успеха Есть успеха остров Он всплывет однажды На твоем пути Хочется порою И легко, и просто Жизнь прожить, как будто В сцену перейти Бенефис, бенефис, бенефис Как улыбка театра былого Это с пыльных и ветхих кулис Мы стряхнули забытое слово Бенефис, бенефис, бенефис Как улыбка театра былого Это с пыльных и ветхих кулис Мы стряхнули забытое слово У нас сегодня творческий вечер Юрия Стоянова Можно сказать, что бенефис Бенефис, да О, наконец-то, состоялось Да, это радио И, кстати, у нас неожиданный Сейчас на бенефисе Маленький антракт А потом продолжим Народный артист России Юрий Стоянов Сегодня у нас в гостях С концертом А у нас всего час времени Да, да Изобразие какое Был, да, уже нет Хочется еще об одном моменте поговорить Лично мне оно очень интересно Вас, Юрий Николаевич, можно поздравить с тем Что вы постигли социальные сети И случилось это Если верить, опять-таки, разным источникам Буквально в прошлом году Вот как раз Когда засели на изоляцию Вот когда нас заперли Да, тогда и случилось А до этого что, гордыня не позволяла? Времени не было? Или вы считали все это ерундой? Лень, может быть Ой, какой вы молодец Всей моей жизнью руководят два качества Страх и лень И они Благодаря этим двум качествам Я сделал все самое лучшее Потому что, борясь с ленью Я стал Больным трудоголиком Конченным перфекционистом Это от борьбы с ленью А благодаря страху Я не наделал столько глупостей Что передать не могу И лень меня оберегла Только не путайте Лень с безделием И страх с трусостью Это разные вещи Вы абсолютно Вот что вы пендрите Сейчас могу что-нибудь умное сказать Конечно, лень и отсутствие времени Какое же отсутствие интереса Интернет Это потрясающе интересно Это же как лопата Ей можно огород скопать А можно человека убить Смотря в чьих руках Слушайте, ну Вот сейчас смотрим Инстаграм Народные, веселые Уже очень хорошее количество подписчиков Ютуб 30 тысяч уже Да больше Но я же Блин, ну нет времени Понимаете Вот как Они эти 30 тысяч Появились за два дня Сами Просто сразу Вот как я начал выкладывать ролики Закончилась пандемия Начал сниматься Не могу Я же не могу показывать Вот это я покушал Вот сюда я съездил А многие на этом Собственно делают карьеру Это мне не интересно Попробуйте Вдруг Нет Я знаю, что будет монетизация Знаю Но не хочу Я хочу Я хочу существовать В этом пространстве Как артист Я надеялся, что нас сейчас Опять запрут Осенью На вторую волну Обманули Да ладно Приходится на авторадио выступать Я бы опять начал снимать Ролики А есть же еще Ютуб и там тоже Сейчас будет скачок Сейчас я начинаю На новом этапе Вхожу в инстаграм Ну что ж Ждем новых открытий Ну а сейчас еще одна песня В завершении концерта Итак, популярный блогер 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 Ну что, это слово диагноз Я вас умоляю Блогер Скоро дети будут приходить Кем работает папа? Папа блогер Да, да, да У нас есть начинающий блогер Есть популярный блогер Вы уже Нет, вы все-таки артира Я вот знаете, что спою, ребят Давайте так Я спою, чтобы оправдать Это слово романс Который кто-то ляпнул И один он все-таки есть Ну и сделать приятное Моей жене В надежде, что она слушает А у нее авторадио, кстати Включено всегда О Поэтому Я спою романс Который называется Гусарский романс Я был женат Какая жалость А я, признаться, даже рад Ведь чтоб трудней Ты мне досталась Я был женат Я был женат Я попадал в чужие сети Я путал все в своей судьбе Но с кем бы ни был Я на свете Я был всегда лицом к тебе Я плыл туда Летел обратно Был разорен Загнал коня Нашел тебя И мне понятно Что ты всегда ждала меня Но в наше время В нашем деле Где счастье тоньше, чем и было Без секундантов Без дуэли Стреляют в нас из-за угла Нам целить в сердце Бесполезно Полить по звездам неумно Мы бесконечны Словно без дна Чужой свинец летит на дно И нам не страшен век наш грубый Нам лишь один назначен суд Когда глаза Солгут о губы Неправду вслух произнесут Я был женат Какая жалость А я, признаться, даже рад Ведь чтоб трудней Ты мне досталась Я был женат Я был женат Я попадал в чужие сети Я путал все в своей судьбе Но с кем бы ни был я На свете Я был Всегда лицом К тебе Вот так Здорово Приятно Спасибо огромное Так еще раз, дорогие друзья Народный артист России Юрий Стоянов Выпускает музыкальный альбом Сегодня вы услышали Акустическую Такую домашнюю Очень уютную Красивую И не только этого альбома И очень искреннюю Очень искреннюю версию А 25 января На всех цифровых площадках Появится уже Соркестровка Со всеми обработками То есть настоящий Мощный музыкальный альбом С которым мы вас еще раз Поздравляем Спасибо, ребята Огромное Мне это очень непривычно Неловко, но ужасно приятно Что хочется пожелать Наверное, как можно меньше Свободного времени В этом и в следующем году Чтобы не вернуться К своим любимым качествам Лени и страху Спасибо Спасибо огромное